Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм 2, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Заужу хоплаки мертвых, разбиваю молнии», мы сегодня вам будем рассказывать о фактически чудовищном скандале, который случился в психиатрии, который пока, я думаю, никто не заметил. Но мы заметили, и мы расскажем вам об этом чудовищном скандале, потому что дело действительно очень и очень серьезное. Более того, мы предложим выход людям из этого скандала, причем всем людям, и врачам, и больным. То есть мы попытаемся рассказать о том, почему этот скандал случился и как из этого скандала выйти. Ну, появилась такая статья в журнале Всемирной психиатрической ассоциации, очень такой солидный журнал. Мы, кстати, об этой статье рассказывали. Здесь анализировались данные, это мета-анализ. Множество есть так называемых рандомизированных контролируемых исследований. Специальный исследование предназначен для изучения препаратов. Оно делается таким образом, чтобы был контроль, обязательно контрольная группа, которая либо не получает, либо получает плацебо. В общем, что-то было с чем-то сравнивать. Причем в группы распределяют больных случайным образом, чтобы, не дай бог, был какой-то там подбор, или кто-то на это мог повлиять. Часто это исследование специальным образом ослепляют. То есть ни врач, ни пациент не знают, что он получает. В общем, солидные исследования. Вот эти солидные исследования берут, сливают в одно очень большое, которое называется мета-анализом, и делают различными статистическими методами, делают анализ огромного числа больных. Вот видите, здесь 92 исследования, это очень много, поверьте мне, и почти 23 тысячи пациентов. Это колоссальное число больных. Итак, что у нас с вами получилось? Вот есть пероральный полиперидон и есть пролонгий полиперидон. Сейчас об этих препаратах скажем, скажем, что такое пролонг. Так вот, оказалось, что пероральный полиперидон, то есть таблетка обычная, она демонстрирует высокую достоверность в плане предотвращения развития новых приступов шизофрении. В это исследование включались исследования по поддерживающей терапии шизофрении длительностью не менее 12 недель. В среднем там даже было больше, где-то порядка 32 недель, и даже до года солидные очень продолжительные исследования. Так вот, оказалось, что таблетка полиперидона, это высокая достоверность предотвращения нового приступа шизофрении, а вот пролонгий, средняя достоверность, как вы видите, достоверность вот этого предотвращения приступов хуже. Ну, понятно, что у нас всегда люди, нас всегда критикуют за то, что мы называем вещи своими именами, то есть торговыми именами. Но мы будем все равно, несмотря на эту критику, называть вещи торговыми именами. Почему? Просто потому, что с торговыми именами именно с ними и сталкиваются пациенты. Мы рассчитываем на то, что нас будут слышать больные, нас будут слышать родственники, они должны нас понимать. Ну, а критику, я думаю, что вы придержите при себе. Итак, что такое пероральная таблеточная форма полиперидона? Это, проще говоря, препарат, который называется инвега. Обратите, пожалуйста, внимание, достаточно солидно этот препарат стоит. А что такое пролонгированные формы? Это два препарата, один называется тривикта, другой называется ксиплеон. Один используется ксиплеон, используется раз в месяц, а другой раз в три месяца делают укол и делают укол в мышцу. И там создается так называемое депо. То есть создается хранилище препарата, которое постепенно из этого хранилища распространяется по крови. И смысл такой, чтобы у человека в крови была постоянная концентрация препарата. Причем ему не надо было никуда ходить, ему не надо принимать таблетки. Казалось бы, это совершенно очень и очень хороший способ поддерживающей терапии. Беда, однако, состоит в следующем. Еще раз возвращаясь к этому слайду. Инвега, пероральная форма, то есть таблеточная форма, работает лучше, чем тривикта и ксиплеон, которые являются пролонгами. Которые специально созданы для длительной поддерживающей терапии. Ну, любой человек скажет, как это может быть? Что там, совсем офигели, что ли, ученые? Почему это очень важно? Почему скандал, собственно говоря, возник? Ну, есть главный психиатр Москвы, господин Костюк. Неоднократно про него рассказывали об его успехах. О том, что он получил за борьбу с ковидом какую-то там государственную награду. Посмотрите, кстати, мало кто интересуется. Мы давно рассказываем об этом выдающемся деятеле отечественной медицинной психиатрии, который ковид победил в пределах психиатрических больниц. Да много чего он там сделал. Так вот, он считает, что лечиться надо психоневрологическом диспансере, лечиться надо ксиплеону и тривиктой. Плевать, что эти препараты очень дорогие. Там за 70 тысяч это самое тривикта стоит. Ничего страшного. Откуда-то он эти деньги находит на лечении больных в психоневрологическом диспансере. Ну, и, конечно, вот то, что я вам сейчас рассказываю, наверняка в регионах скажут, что Дробежев сошел с ума. Что ничего такого нет. Есть это, понимаете. Конечно, я понимаю, что у вас сейчас, вот после того, как я вам говорю, что такое есть, вы скажете, что в Москве это вот примерно вот такая работа у дворников. Они там деньги просто грибут лопатой. Тем не менее, я думаю, что ни для кого не секрет, что между Москвой и регионами существует значительная разница. В том числе экономическая разница. И, соответственно, вот господин Костюк очень рекомендует препараты тривикта и ксиплеон. А как вы понимаете, они работают хуже, чем гораздо более дешевая пероральная форма париперидона. Ну и мы, конечно же, обязательно, поскольку мы люди ответственные, мы должны указать на аргументы, которыми, собственно говоря, располагает тот же господин Костюк. И вообще, люди, которые являются сторонниками вот этих самых проломов, и которые вынуждены, я имею в виду врачей, потому что врачи действительно вынуждены колоть эти препараты. Может быть, не все являются сторонниками этих препаратов, но дело в том, что если пациент попадает в больницу, стационирование, то каждый случай такого стационирования специальным образом рассматривается, и, конечно, врачу не поздоровится. Так вот, аргументы в пользу, собственно говоря, этих самых проломов при шизофрении. Ну, вы знаете, что шизофрения у нас двуглавый дракон. Не все, конечно, симптомы, но как бы основные. Это неправильно называемые позитивные симптомы, бред и галлюцинации. Что тут в позитивном может быть? Я их называю гипердофамином, потому что повышение активности дофаминовых нейронов, прежде всего, в мезолимбической системе негативной, там апатия, асоциальность, ангидония, гиподофаминовая – это мезокортикальная система. Конечно, гипердофаминовые симптомы наиболее опасны, потому что человек в психозе опасен и для себя, и для окружающих, да и головной мозг устрадает. Мы об этом много раз рассказывали. Ну, и теперь переходим к исследованию, которое было напечатано в Ланцете. Я еще раз вас, пожалуйста, прошу, не выдавайте наш канал, что мы цитируем Ланцет, потому что вы знаете, что Ланцет прекратил сотрудничество с нашей страной. Может быть, будет объявлен каким-нибудь иностранным шпионом. Ну, соответственно, конечно, цитировать его нельзя, но что делать, если это вообще-то крупнейший медицинский журнал, и там появляется очень-очень солидное исследование. Одно из таких исследований – а что, собственно говоря, делать с людьми, которые попали с шизофренией в состоянии психоза, они попали в больницу. И там рассматривались несколько стратегий ведения таких больных. Одна из стратегий – это отмена препарата после выздоровления. Высокий риск, к сожалению, обострения, потому что человек не прикрыт никакими препаратами. Снижение дозы тех препаратов, которые он получал для лечения психоза – тоже, к сожалению, высокая опасность обострения. Ну вот, хорошее, это действительно было доказано, что продолжение, подчеркиваю, терапии в той же дозе, перорально или с назначением пролонга, то есть таблетки или вот это делают инъекцию ДПО, это хороший действительно способ поддержать человека и сделать так, чтобы у него не предотвратить развитие нового психоза. Ну и, конечно, для этого используются прежде всего препараты действительно такие, как полиперидон, потому что вы видите, это наша новая классификация нейролептиков. Она очень простая, не нужно ничего запоминать, нейролептики, я думаю, легко запомнить. Есть просто маленькие и большие буквы. Д большой означает, что препараты эффективно снижают активность дофаминовых нейронов, стрелочка вниз, Д маленькая слабо снижает активность или повышает стрелочка вверх, стрелочка вниз. Вот выделены те препараты, которые могут эффективно снизить активность дофаминовых нейронов. Собственно, большая группа препаратов, да и нейролептики со стрелочкой вниз, и, собственно говоря, один препарат амисульприт, мы много про него рассказывали, где стрелочка вверх и вниз, в зависимости от дозы. Так вот, понятно, что если вы будете продолжать терапию этими препаратами, которые купировали психоз, очень большая гарантия, что действительно у вас риск осложнения, риск, прошу прощения, нового психоза, он будет предотвращен или значительно снижен, потому что бывает болезнь, к сожалению, сильнее нас. Так вот, почему считается, во всем мире считается так, что пролонги, то есть вот этот вот депоз, который создается в мышце, из которого постепенно уходит препарат в определенных количествах каждый день, что создается стабильно, вот эта красная линия, это есть стабильная концентрация препаратов в крови, чего уж может быть лучше. Даже инвега, это в принципе пероральная форма, но это пролонг, то есть все равно там есть колебания, пролонг небольшой, это сутки терапия, так вот, все равно есть колебания концентрации, здесь колебания концентрации на пролонгах практически исключено. Поэтому очевидно, что пролонги, которые постоянно давят активность дофаминовых нейронов, причем постоянно и одинаково, конечно, дозозависимо, они должны быть лучше, чем препарат, на фоне которого все-таки эти колебания есть. И так возникает противоречие, то есть назначаем мощный антипсихотик, который гарантированно снижает активность дофаминовых нейронов, причем делаем это в виде ДПО формы, когда концентрация препарата днями, месяцами одна и та же, то есть не колеблется, не видоизменяется, но это почему-то хуже, чем назначать в таблетках. Получается, что на самом деле доказательная медицина вроде бы опять что-то налагала, то есть что-то там не так. И, конечно, сейчас любители обхаять доказательную медицину, а я являюсь одним из таких любителей, я люблю рассматривать исследования доказательной медицины, потому что часть из них правильная, а часть неправильная. Сейчас они потирают руки, скажут, ну все, здесь действительно что-то было неправильно, кто-то ошибся, потому что просто данные противоречат, и факты противоречат друг другу. На самом деле эти факты легко можно примирить при помощи нашей новой гипотезы. Хотел бы, чтобы вы ее прослушали. Это на самом деле очень-очень интересная информация, потому что вы узнаете, как головной мозг борется с препаратами и вообще с любыми веществами, которые поступают извне. Так вот, исследование это, конечно же, мы обратились прежде всего к инструкции препарата. И там в этой инструкции есть такие странные слова. Исследования инвитера, то есть в пробирке, показали, что палиперидон является субстратом P-гликопротеина, и в высоких концентрациях слабо его ингибируют. Данное инвиво отсутствует, клиническое инвиво, то есть, собственно говоря, на живую, в живых тканях, и клиническая значимость вот этого факта неизвестна. То есть, в инструкции есть, но что это означает, неизвестно. Мы решили разобраться, потому что нам надо было показать, что в данном случае доказательная медицина сработала правильно. Итак, что такое P-гликопротеин и чем он занимается? Вот проникает препарат через гематенцефалический барьер в головной мозг, но головной мозг сопротивляется такому проникновению. И вообще любому проникновению чуждых ему веществ. Ведь ни инвеги, ни ксиплеона, ни тревикты в норме в голове у человека нет. И галоперидола тоже в норме у человека нет. И препаратов тоже в норме у человека в голове нет. И для того, чтобы их вывести из головного мозга, существует такой белок, который называется P-гликопротеин. Вы видите, как он работает. Он выводит из головного мозга этот самый препарат. И совершенно недавно, абсолютно, это вот буквально исследование прошлого года, было показано, что вот этот самый P-гликопротеин активизируется в условиях гиперпролактиномии. Что же такое гиперпролактиномия и почему она часто возникает при лечении тревикты, ксиплеоном, инвегой? Ну, дело в том, что у нас с вами выделение пролактина, это очень важный гормон. Отсюда гиперпролактин имеет высокое количество пролактина, высокая концентрация пролактина в крови. Он управляется, точнее сказать, тормозится его выделение дофамина. Не только дофамин, но дофамин один из наиболее, одно из наиболее значимых веществ, которое способно тормозить выделение пролактина. И, соответственно, если у нас человек находится в нормальном состоянии или не получает нейролептики, то у него из гипоталамуса не поступает дофамин. И, соответственно, поступает, прошу прощения, дофамин. И, конечно же, у него пролактин, он не выделяется. Другое дело, если человек получает инвегу, ксиполион и тревикту. Они сами присоединяются к этим дофаминовым рецепторам. Я много раз рассказывал о том, как работают препараты, которые называются антагонистами. Сами прикрепляются к рецепторам и не дают нейромедиаторам действовать на эти самые рецепторы. Так вот, в результате пролактина становится больше, потому что его выделение не тормозится. И вот я это изобразил в виде такой упаковки с молоком. Ну, начинается бурное выделение пролактина. Самое интересное, что есть очень важное предположение, почему вот эти побочные эффекты очень выражены у полиперидона. Не важно, инвега, это ксиполион или тревикта. Просто потому, что эти препараты не липофильны. То есть, вообще через гематоэнцефалический барьер проникают липофильные, то есть, жиролюбивые препараты. Если препарат жир не любит, то плохо проникает. И первоначально они накапливаются вот в этом, вне зоне гематоэнцефалического барьера. Соответственно, они легко блокируют дофаминовые рецепторы в гипофизе. И у нас с вами нет никакой тормозящей функции дофамина. Пролактин выделяется. То есть, вот такая интересная ситуация. Ну, и возникает гиперпролактин и ми, про который мы с вами довольно много рассказывали. Это бесплодие, это нарушение менструального цикла, это столпороз, это увеличение массы тела, это у мужчин снижение либидо прежде всего, и уже потом бесплодие. То есть, целый ряд побочных эффектов, в общем, достаточно тяжелых, с которыми почему-то наши больные обычно мерятся. Ну, и надо вам сказать, что не только влияет на фертильность, грудные железы, но и это повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышенный риск раком заболеваний. То есть, это, в общем, довольно тяжелая вещь. Ну, вот мы теперь возвращаемся к этой самой гиперпролактин и ми и к тому, как работает П-гликопротеин в условиях гиперпролактин и ми. Оказалось, что в условиях гиперпролактин и ми этот белок начинает проявлять огромную активность. В результате что у нас получается? У нас с вами инвега, ксиполион и тревикта быстро удаляются из головного мозга. Они продолжают накапливаться вне головного мозга, они продолжают увеличивать уровень пролактина. Чем больше у них пролактина, тем меньше инвега, ксиполион и тревикта в головном мозге. А ведь нам-то нужно влияние этих препаратов именно в головном мозге. Ну, и когда их концентрация в головном мозге снижается, еще раз говорю, это наша гипоиза Психхарм-ТВ, то и возникают психозы. Соответственно, те данные, которые мы вам представляли из журнала Всемирной психиатрической ассоциации, скорее всего справедливы. Потому что пролонги действительно работают хуже. Почему они работают хуже? Обратите, пожалуйста, внимание. Это очень интересные данные, которые мы тоже уже показывали. Это данные из испанского руководства по лечению гиперпролактинамии. Вот здесь на этом рисунке четко видно, что чемпионами по гиперпролактинамии является именно ксиполион и тревикта. То есть пролонги, депонированная форма, а инвега, пероральная форма, гораздо меньше вызывает эту самую гиперпролактинамию. Соответственно, если дают пациенту инвегу, то тогда у него меньше снижается концентрация этого препарата в головном мозге. Напротив, ксиполион и тревикта, вызывая больше гиперпролактинамию, выводятся эти препараты из головного мозга, и риск нового психоза становится выше. Ну и понятно даже, почему это так. Хотя это вроде бы один и тот же палиперидон. Потому что инвега, вы видите, есть все равно какие-то колебания концентрации. Ксиполион и тревикта навязывают определенную концентрацию в зоне гипофиза и ничего нет прунину. То есть там всегда будет ксиполион и тревикта достаточно для того, чтобы вызывать гиперпролактинамию. Вот почему мы считаем, что на самом деле данные о том, что депонированные формы палиперидона пролонги работают хуже, чем пероральная форма. И это, видимо, действительно так. Вот и возникает некий скандал. То есть представьте себе теперь, что вы врач в московском ПНД. И вы теперь знаете, почему ксиполион и тревикта работают. Дорогущие препараты, один там 70 тысяч, другой там 20, я что-то не знаю, сколько сейчас стоит. Вот эти дорогущие препараты работают хуже, чем дешевая пероральная форма. Но если вы откажетесь колоть больных этими препаратами, то господин Костюк уволит вас за лишнюю госпитализацию. Мы бы, конечно, сейчас бы, ну, некоторые думают, что мы должны в этой ситуации потирать руки. Нет, мы не будем потирать руки. Мы всегда на вашей стороне. Мы на этой стороне и больных, и врачей. Мы сейчас попытаемся найти взаимоприемлемое решение. Сделать так, чтобы и больным было хорошо. То есть риск возникновения психоза у них не увеличился. Ну, и врачей, чтобы ни в коем случае тоже господин Костюк не уволил. Потому что врачей, конечно, у нас сейчас все равно врачей не хватает. Но все равно терять работу, как вы понимаете, никому, я считаю, не нужно. Итак, что делают врачи в этой ситуации? Врачи в этой ситуации, они к пролонгированным формам пальберидона, они чувствуют, что больного это, как они говорят, не держат. Они добавляют другие антипсихотики. Выглядят, конечно, чудовищно. Пероральные, конечно, антипсихотики. Они добавляют таблетки респиридона. Кто-то добавляет таблетки галлоперидола. И я, честно говоря, всегда вот над этим смеялся. Смеялся почему? Потому что, ну, какой смысл лечить двумя препаратами с одинаковым механизмом действия? Мне это казалось чудовищным и несправедливым, пока я не разобрался в ситуации. Действительно, врачи чувствуют, что не держат и хотят что-то добавить. Беда так и состоит в том, что они таким образом еще более ухудшают ситуацию. Потому что тот же респиридон, он тоже поддерживает гиперпролактиномию. Итак, если дегаллоперидол тоже гиперпролактиномию поддерживает, если вы такому пациенту, у которого и так гиперпролактиномия, добавите еще препарат, который вызывает гиперпролактиномию, то тогда вот этот белок П-гликопротеин будет работать еще лучше. Будет выбрасывать из головы еще больше ксиплеон и тревикты, и инвеги тоже. И таким образом риск развития психоза будет только увеличиться. То есть врачи думают, ага, мы его сейчас задавим этот психоз, добавим еще антипсихотик. Пускай там этот самый психоз знает, мы чувствуем, что параллогие действуют, ничего не получается. Больше психоза. Теперь есть, конечно, вроде бы в этой ситуации, ну, простое дело, да, вроде бы гиперпролактиномия. С ней у нас все-таки кто-то иногда борется, кто-то кое-где. Вообще обычно не обращают на это внимания. Что в этой ситуации обычно назначают? Ну, обычно назначают так называемые агонисты дофаминовых рецепторов. Что это такое? Препарат, который в отличие от блокатора, в отличие от паллипиридона, он присоединяется к этим рецептам. Потом покажем картиночку и сам его активизирует. Ну, это, например, известный препарат кабергалин. И думаем, что в этой ситуации, значит, кабергалин доберется до гипотеза, и тогда прекратится или уменьшится выделение гиперпролактина. Беда, однако, состоит в том, что это тоже может привести к усилению психоза. Потому что кабергалин проникает в головной мозг. И проникая в головной мозг, он является агонистом, то есть возбудителем, причем полным возбудителем. Он работает очень эффективно в этом отношении, он будет повышать дофаминовую активность в головном мозге. А это тоже путь к психозу. Лучше гораздо в этой ситуации использовать для контроля гиперпролактинами использовать арипипрозол. То есть этот препарат является, мы о нем рассказывали, частичным агонистом. То есть он слабо возбуждает дофаминовый рецептор. Хватит для того, чтобы снизить количество пролактина, мы сейчас покажем. Но недостаточно для того, чтобы вызвать у больного психоз, как это может сделать кабергалин. Поэтому, если вы боитесь увольнения, и соответственно не хотите никак воевать с начальством, и хотите продолжить лечить вот этими дорогущими ДПО препаратами, если вы хотите на самом деле добавить им эффективности, а им не хватает, потому что гиперпролактинами, добавьте к оксиполеону и ревиктивы, добавьте, пожалуйста, негалоперидол с респиридоном, что будет только хуже, а добавьте ролотекс. Это арипипрозол, который недавно у нас появился, и который является на сегодняшний день самым доступным. Пожалуйста, посмотрите. Мы возобновляем нашу школу, покупаем препараты в аптеке, потому что мы считаем, что это очень важно, а вы нас, к сожалению, не смотрите. Вот это вот, еще раз говорю, очень и очень странно. Ко мне приходят больные, пациенты, и мне говорят, какой препарат лучше купить. Я говорю, пожалуйста, обратите, пожалуйста, внимание, у меня есть специальный плейлист, где учим, как покупать препарат. Почему не смотрите? Никто этого не смотрит. Почему? Абсолютно непонятно. Почему надо каких-то врачей спрашивать? Какие врачи это все знают? Кроме нас, поверьте мне, это никто не знает. Кроме нас, такой анализ никто вам не проведет. Нет, не хотят смотреть. Еще раз. Если вы не хотите, все хотите тихой сапой, чтобы и нашим, и вашим, пожалуйста, назначьте просто вместо галоперидола, назначьте ролотекс, и тогда гиперпролактиномия уменьшится, и тогда риск возникновения психоза тоже уменьшится. Мы говорили с вами о том, что арипипрозол снижает уровень пролактивности. Это зафиксировано в другом метаанализе. Мы об этом тоже рассказывали. К сожалению, опять приходится цитировать «Ланцет». Ничего не могу с собой поделать. Видимо, я вам даже больше того скажу, чем больше «Ланцет» будет являться противником нашей страны, чем чаще я буду цитировать этот самый журнал «Ланцет» медицинский. Так вот, в этом журнале есть очень убедительные сведения. Опять же, метаанализ, огромное число больных, огромное число работ было включено. Арипипрозол снижает уровень пролактина на 7 нанограмм на литр, в то время как палиперидон повышает почти на 49. Вот это подчеркнуто. Это там такая есть диаграммка. Можете сами проверить, посмотреть. Но, в общем, это действительно так. Но, если вы чувствуете себя в силах, вот вы не чувствуете себя в силах, пожалуйста, просто добавьте «Ралтакс». Если вы чувствуете, что вы в силах противостоять вот этой вот совершенно вакханалии, у нас есть доказательные данные о том, что пролонги палиперидона работают плохо, работают хуже, чем пероральные препараты, и работают, самое главное, хуже, чем арипипрозол, если его использовать для поддерживающей терапии. Обратите, пожалуйста, внимание, арипипрозол. Опять возвращаемся к этому исследованию во Всемирном психиатрическом журнале. Так вот, арипипрозол, амисульприт и алазопин самые лучшие в плане предотвращения обострений при поддерживающей терапии. Наиболее достоверные данные. Пожалуйста, там есть эта диаграммка. Но арипипрозол – самый лучший антипсихотик в плане переносимости при поддерживающей терапии. А лучше нет. Поэтому, если вы чувствуете себя в силе постоять за больных, пострадать за больных, пожалуйста, сделайте следующим образом. Постарайтесь пациентов своих, вот с этих тривикты и полиперидонов всяких там, перевести на арипипрозол. Значит, в чем, собственно говоря, отличие, почему этот препарат арипипрозол, сейчас у нас есть доступный ролотекс, почему работает лучше, чем полиперидон? Ну, различия в механизмах действия. У нас есть целый ряд лекций об этом. Вот полиперидон, выраженный антагонист. Что он делает? Присоединяется к рецептору. И его блокирует. Он не дает подействовать на этот рецептор дофамину. В результате дофаминовая активность резко падает. Что делает арипипрозол? Присоединяется к рецептору, тоже дофамину действовать не дает, но сам возбуждает. Ну, гораздо слабее, чем дофамин. Именно поэтому, если лечить препаратами типа полиперидона, устраивать длительную поддерживающую терапию, да, значит, у нас с вами, ну, тех препаратов, которые вызывают гиперпролактивный минин, но ведь есть же, например, пролонги, скажем, галлоперидола, да, которые меньше дают гиперпролактивный минин, и у них меньше вот такая вероятность повлиять гиперпролактивный минин, но все равно, если вы будете кормить такими препаратами пациентов, то у вас будет усиливаться дофаминовая недостаточность, значит, вы будете усиливать, на самом деле, негативные симптомы, причем очень и очень значительно. Другое дело, ролотекс, мы об этом тоже вам рассказывали, фактически это контролируемая активность нейронов дофаминовых на сниженном уровне. Конечно, это до конца не может снять негативную симптоматику у нас все время, об этом пытаются спросить, почему не негативная симптоматика. Понятно, что если вы снижаете дофаминовую активность, то вы негативную симптоматику до конца снять не можете, и даже все равно она чуть ухудшается, но вот эта навязанная, сниженная дофаминовая активность, это очень и очень хорошая поддержка терапии, именно из-за этого арипипрозол на сегодняшний день является лучшим. Ну так вот, если вы в силах перевести человека на арипипрозол, действуйте вот следующим образом. И очень хорошо, что пациент получает ксиплеон и тревикту, у вас есть огромное время для того, чтобы одновременно, я подчеркиваю, у него у человека еще много тревикты, много ксиплеонов, крови, вы одновременно назначаете арипипрозол, доводите до терапевтической дозы, и потом человек совершенно спокойно с этой самой стревикты и с ксиплеона слезает и начинает жить на арипипрозоле. Как всегда, в конце нашей лекции я вас очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, даже если вы ничего не поняли в этой лекции. Поверьте мне, она очень и очень важна, потому что люди должны принимать нормальную поддерживающую терапию. И эта поддерживающая терапия должна соответствовать современным данным, а не желания и хотелкам каких-то начальников, которые могут быть тоже задействованы в схеме распределения препарата. Мы должны исходить из научных и медицинских данных прежде всего. Поэтому нужно, чтобы эти данные распространялись как можно шире. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Главное, чтобы эти данные распространялись по интернету. А они будут распространяться, если все, вы будете это делать, от вас это ничего не стоит. Но тогда в выдачах на YouTube наш вот этот ролик будет продвигаться, и, соответственно, много зрителей об этом узнает. Ну и становитесь спонсором нашего канала, чтобы мы могли проводить вот такие расследования. Понимаете, сидеть и копаться в этом материале довольно сложно. И надо привлекать фармакологов, надо привлекать различных консультантов, для того, чтобы вам можно было понять, что, собственно говоря, происходит. Ну и, пожалуйста, если хотите, облагодарите нас за этот ролик, за эту лекцию. Вы в ее описании найдете реквизиты счета. До новых встреч!